Мы специально для вас подготовили целый спектакль, если можно так выразиться, по ролям. Как вы видите, в списке не только я один. Меня зовут Иван. Фамилия Шапрана не Шафран, не Шарпан, не Шарпей, а Шапран. Я вместе со своим коллегой Александром Батраковым, ИТ-архитектор, также мы к вам пришли целой делегацией, все серьезно. Первый раз, полным составом. Вадим Ивлев, наш технический директор. И вот на последнем ряду я вижу Каура Кислера, это наш генеральный директор. То есть ЛПР и все в сборе, как говорится. И это еще не все. На сладкое специально для вас наши коллеги и партнеры из компании J-Lastic. Технический директор Игорь, как его все называют. Это не опечатка, у него так пишется имя. И генеральный директор Руслан Синицкий. Они на прямом телемосту из Мадрида, Испании. Покажут вам второе демо. Я до последнего момента сомневался, что эта демо удастся. Потому что тому есть ряд причин. Нам нужен нормальный интернет-канал. И с точки зрения звука я очень сильно сомневался, что эта писюлька маленькая, эта колонка, она покроет весь зал. Но хвала организаторам. Они нам подключили вот эту адскую машину. Я надеюсь, мы услышим Руслана. Кто-то, вот товарищ в оранжевой майке, сказал, что знает его лично. Даже спросил, увидит ли он нас, мы хотим помахать ему рукой. Он ответил, нас ждет? Хорошо. Давайте начинать. Короткий план. В общем, очень коротко сделаю выступление. Буквально совсем чуть-чуть рекламы расскажу про нас. Дальше передам слово Александру, который уже сидит и готов. Александр покажет живое демо непосредственно продукта, сервиса для разработчиков, для вас. По сути, это, если в двух словах описывать, это такой контейнерный оркестратор или панель управления для разработчиков, которую мы подняли на платформе на базе нашего дата-центра. После чего передадим слово нашим коллегам и партнерам из компании G-Lastic, которые уже непосредственно из Испании, из Мадрида, покажут вам не абы что, не бой быков, а покажут вам живую миграцию крупного массива данных из Амазона в Ажур, параллельно играя в Майнкрафт. Это тема, которая вызвала бурю эмоций и вау-эффект, опять же, с их слов, на последней конференции в Барселоне. Так что, плюс ко всему, наша цель сегодняшнего выступления – не просто рассказать вам о компании, а рассказать о нашем продукте, а получить от вас фидбэк, то есть обратную связь посредством двух каналов. Первый – это, спасибо организаторам, мы разместили Google форум с одним вопросом на blog.devclub.eu. Даже я заморочился, сделал tiny URL, если кому лень. Короче. Да, он tiny URL, но получился не короче. И параллельно запустил этот вопрос в Twitter-поуз с хэштег «DevClub». То есть выбирайте сами, что вам нравится больше. Сейчас сознательно это рекламирую в самом начале, чтобы у вас было время послушать нас, посмотреть демо, и в конце очень прошу, проявите активность, достаньте свои смартфоны, включитесь к интернету, я думаю, что вы это уже сделали, и проголосуйте, там буквально один вопрос. Интересно, не интересно, и если интересно, то буду признательна, если оставите свой контакт для продолжения. Буквально пару слов о дата-центре, о компании, немного рекламы, прошу меня простить. Мы – стонский стартап, молодая компания, которая существует на рынке буквально на несколько лет, но уже сегодня в городе заявляем и говорим, что мы выросли из коротких штанов и являемся не стартапом, а движемся в сторону зрелого бизнеса. Располагаемся в городе Йехве, это Ида-Вирума, я думаю, что все знают местоположение. Нам повезло, мы купили бывший магистральный узел связи эстонского телекома, компания Телия Сонера, в прошлом это Элион, сегодня это Телия. И на базе этого дома выстраиваем портфель услуг. Изначально, с точки зрения услуг, мы запустили самую базу, это простое размещение, инфраструктура, аренда серверов, продажа лицензий. И постепенно выстраиваем свой аппарат админов, администраторов. Сейчас в штате есть несколько разработчиков, и постоянно компания расширяется, растет. Плюс ко всему у нас есть амбициозные планы запустить центр компетенции, которым заинтересовались, я бы даже сказал, проявили неподдельный интерес спонсоры DevClub. Не буду называть имен, но их не так много. Если сфокусироваться на услугах, то в определенный момент мы пришли к выводу, что продавать железки – это низкомаржинальный бизнес. По сути, на самом деле, это не бизнес. И для того, чтобы эстонскому дата-центру успешно развиваться, нам нужно приходить к скалированию услуг. Что это значит? Человеческим языком это значит, что мы должны наши услуги разбавлять, то есть по принципу такого, слоеного пирога. Мы должны продавать не просто железо, мы должны продавать не просто лицензии или какие-то сервисы, а разбавлять их, например, человеческими ресурсами. Предлагать дополнительно интересные васы, сервисы добавочной стоимости или valueded сервисы. И посему, опять же, к этому мы пришли эмпирически, не сразу, а по прошествии определенного времени. Когда я еще работал в эстонском телекоме, компанией Teleasonera, мы построили на базе трех цодов, дата-центров в Эстонии, очень хороший, прибыльный бизнес с точки зрения виртуального рабочего места для сотрудников бухгалтерии, то есть на базе 1С. И сделали очень хороший портфель именно на экспорт для русских клиентов. Это Москва и Санкт-Петербург в основном, подавляющиеся в своем большинстве. Почему? Потому что Эстония – это европейское правовое поле, Эстония – это хорошее место защиты от маски-шоу, чего в России очень боятся. То есть, грубо говоря, бизнес построили на русской паранойи. Вопрос? Вопрос насчет закона. Читал про ваш сайт. Вы очень выглядите, что вы делаете такое, географически удаленно от России место, где можно хранить российские данные. Но вопрос в том, что в России же есть закон о праве, который запрещает размещать сервера, который выше какого-то уровня праве. То есть, в чем итог? Спасибо за вопрос. Это на самом деле один из моих любимых вопросов. Его задают почти на любой конференции в России. Это 152-й федеральный закон о защите персональных данных. Приведу простой пример. Гражданин Российской Федерации в аэропорту Шарля-де-Голля проходит регистрацию или подходит к сотруднику туристической компании для того, чтобы зарегистрироваться на что-либо. Отдает свой паспорт гражданину Российской Федерации. Дальше что происходит? Происходит факт регистрации данных. Теперь вопрос. Туристическая компания, которая регистрирует данные, где она будет хостить эти данные? На территории Российской Федерации? Или, скорее, она выберет Хейтснер, Амазон или что-то другое? Второй вариант. То есть, к чему я этот пример привел? Закон сам по себе на бумаге выглядит очень грамотно и красиво. Но, к сожалению, на сегодняшний день нет инструментов, которые бы контролировали этот закон, которые бы воплощали саму процедуру контроля в жизнь, в действие. Поэтому на данный момент... Это не аргумент. С одной стороны. С другой стороны, защиту персональных данных очень легко обойти за счет гибертизации решения. Тому не надо далеко за примером ходить. Электронная медицина. Может быть, кто-то сталкивался с разными проектами. Я сам, с точки зрения своего бэкграунда из компании Нортал, последние три года жил и работал в Москве. Отвечал за Нортал Россия подразделение. И, среди прочего, занимался не только направлением телекоммуникации, финансы, транспорт-логистика, но и электронной медицины. Так вот, есть такой фактор обезличивания данных, когда вы просто персональные данные храните в одном месте, а обезличенные данные, например, ну, скажем, не надо далеко за примером ходить, банк рентгеновских снимков. Вы их привязываете к какому-либо личному коду, или вообще любому коду, и выносите уже в другое место. То же самое делают уже средние, крупные компании по отношению к нашим услугам. То есть, они для галочки размещают какой-то сервер, где хранятся персональные данные. Это сервер с семью печатями, с сертификатами, а все остальные данные выносят уже на территорию Европейского Союза. Мы даже дошли, вы не поверите, мы дошли до того, что мы разработали услугу красной кнопки. Что это такое? Это специально для русской паранойи. Это когда маски-шоу, люди, эти человечки с автоматами, выбивают с ноги дверь, шмон, проверка. Всем лежать, руки за голову. И у генерального директора, у него руки на мобильном телефоне. И он в последний момент либо смс-ку дрожащими пальцами набирает, либо через мобильную аппликашку, нажимает на кнопку, через IP идет сигнал, отрубается блок питания у этого сервера, и все. А у него весь бизнес на терминалах. Не мне вам объяснять, что такое терминалы. То есть, ради бога, пускай они забирают все компьютеры, мониторы, мышки, клавиатуру, терминалы, которые стоят копейки сегодня. Бизнес не остановится. В России же как заведено? Если проверка, забирают все оборудование до выяснения обстоятельств. На месяц-два. А для малого-среднего бизнеса это чревато банкротством, смертью бизнеса. И по ряду причин. Возвращаюсь к презентации. Я вам могу долго про это рассказывать, у меня очень много интересных историй и примеров. Итак, значит, как мы к этому пришли? Первое, что мы сделали, это мы сделали виртуальное рабочее место для сотрудников бухгалтерии, построили на этом бизнес, там на полмиллиона евро ревене, буквально за год. Двинулись дальше. Дальше мы начали думать, а почему бы нам не сделать виртуальное рабочее место для дизайнеров, разработчиков, кодистов, как я их называю, то есть инженеров, которые рисуют в разных CAD-программах. Потому что им, как никому, актуально использование мощных серверов, видеокарт, которые имеют такую особенность периодически сгореть. Им с точки зрения экономической эффективности значительно выгоднее арендовать услугу. Появился второй сервис. Двинулись дальше. Поскольку я сам последние три года работал в компании Nortal, то не понаслышке был связан, варился в каше разработки софта. Начали думать, брейнстормить, что мы можем предложить разработчикам. Первое рабочее название услуги WPath. Оно мне не нравится, честно признаюсь. Workplace as a Service для разработчиков. Я его специально написал, чтобы предысторию вам рассказать. Я знал изначально, что это название будет видоизменяться, отшлифовываться, адаптироваться по ходу всего процесса становления и формирования продукта. но благодаря отзывам разработчиков эстонских, благодаря активному участию со стороны разработчиков, со стороны комьюнити разработчиков Эстонии и, что отрадно России, мы развеяли ряд легенд. Во-первых, мы поняли, что разработчики, ну вот как пить дать, никогда в жизни не будут поднимать виртуальный рабочий стол для того, чтобы в нем софт писать по ряду причин. К этому мы пришли вот благодаря тому, что начали проводить анализ и приходить к разработчику и спрашивать, ребята, что вам нужно? И каким образом вы софт разрабатываете? То есть, будете ли вы разворачивать виртуальный рабочий стол для того, чтобы там поднимать свой тулкит, да, и писать его непосредственно. На что я услышал? То есть, во-первых, сначала начали крутить пальцем возле виска и говорить мне, вы сошли с ума, это покупать не будет. Это та услуга, которая точно не приживется. Ну и потом недоходчиво простым языком объяснили, что разработчики, они не целый день сидят за компьютером. Бывают моменты, когда им нужно куда-то поехать, там, не знаю, в поездке, в самолете, в автобусе либо где-то в другом месте. Нужно открыть компьютер при отсутствии интернета и сделать ту или иную работу. Плюс ко всему, разработчики, они не хотят связываться, заморачиваться с виртуальным рабочим столом именно с точки зрения разработки софта. Кто-то свой ноутбук приносит, кому-то дают. В общем, масса причин. И в этот момент у нас появился интересный лид. Сконтактировали с компанией G-Lastic. Поднимите руки, кто слышал про G-Lastic? Отлично. Просто слышали или даже как-то соприкасались? Пробовали? Даже пробовали? То есть, по сути, это очень похоже на Digital Ocean, только как говорит сам G-Lastic, мы более гибкие, более удобные, мы более универсальные, что ли. И благодаря хорошей кооперации с G-Lastic мы пришли к тому, что мы развернули демо-платформу на базе нашей инфраструктуры. Ну, грубо говоря, подняли несколько ноутов, один юзер-ноут, другой orchestration ноут и приступили к такому месячному демо-периоду, когда раздали разным эстонским разработчикам, плюс российским, Питер и Москве демо-доступы для того, чтобы они попробовали, поигрались и в конечном итоге сказали свой вердикт. Нравится им это, не нравится, интересно, не интересно, если не интересно, то почему, если интересно тоже. И что отрадно, мы собрали определенный ряд положительных отзывов как в Эстонии, так и в России, безусловно, были и негативные, нейтральные отзывы, но изначально мы были полны скептицизма и думали, что эта услуга не пойдет дальше, что большой вопрос, что эстонские разработчики заинтересуются в продукте джиластика, но оказались неправы. Кстати, я вот сейчас вам раз все это рассказываю, и мне в голову пришла мысль, мы первый эстонский дата-центр, который пришел в комьюнити разработчиков спросить, что собственно вам надо, чего вы хотите начать с правильного момента, то есть сначала спросить у вас, интересно вам это или нет, двигаться дальше. Итак, на этой оптимистической ноте я хочу передать слово своему коллеге Александру Батракову, для того, чтобы он показал реальное демо, а именно панель управления для разработчиков. Держи, Александр. Иван. Добрый. Микрофон. Я буду рядом, буду модерировать. А с последней частью телемостон с Испанией вряд ли. Мы работаем как команда. Добрый вечер. Я вам не буду рассказывать, что лежит под капотом облако Желастик. Об этом можно спросить, в принципе, можно спросить меня, но лучше спросить следующих выступающих. Они вам более точно расскажут. Но в целом это очень гибкое облако, которое может быть разнесено на несколько дата-центров в разных регионах мира и с возможностью живой миграции, которую мы посмотрим чуть позже. Что я хочу вам показать? Кстати, а почему выключилось? Я вам хочу показать панель управления контейнерами, которая предполагается, что разработчики будут ей пользоваться. То есть, что она нам позволяет сделать? Она нам позволяет буквально в один-два клика создать окружение для разработки. Чем мне нравится подход Jelastic? Изначально они разрабатывали продукт, чтобы минимизировать админские задачи для развертывания Java-приложений. В итоге они выросли чуть больше и добавили поддержку достаточно большого количества языков, как видите. кстати, Kotlin тоже можно использовать. И что мне нравится? То есть, для стартапов это подходит потому, что вы не платите за много ресурсов. Вы платите только за маленький кусочек ресурсов, который вам нужен, необходим для разработки. В дальнейшем, когда вы выходите уже в продакшн, во-первых, Желастик позволяет вести весь жизненный цикл продукта от маленького до когда он разрастается уже и необходимо масштабирование. Я чуть-чуть сбился. В код. В код? Нет, кода не будет. Все дело в том, что нет, кода не будет. Код программисты пишут. Задача Желастик как раз избавить необходимость быть администратором программисту, то есть минимизировать затраты времени на эти задачи. Как я уже показал, здесь можно создать такую кастомную топологию приложения, но я вам покажу чуть-чуть по-другому. Есть магазин приложений, в котором буквально в один клик, например, мы веб-студия, мы разрабатываем веб-сайты и допустим мы аутсорсим, то есть мы даем задание какому-то разработчику, который удаленно и хотим для него развернуть что-то. Мы буквально делаем один клик и все это разворачивает, задаем доменное имя, позже можно прицепить свое, конечно же. Это не самая интересная, но удобная штука. Самая интересная штука это возможность масштабирования. Как видите, здесь топология предполагает, что есть балансировщик нагрузки, есть сервер приложений, есть на выбор базы данных, а также можно чистую ВПС-ку в принципе создать. На примере сервера приложений есть два вида масштабирования, вертикальные и горизонтальные. Не знаю, вам нужно рассказать, что такое вертикальное и горизонтальное масштабирование? Можно пропустить, да. Хорошо. Ну, вертикально предполагают, что ресурсы одной машины просто расширяются до возможностей физической ноды. Как видите, можно задать, в каком диапазоне мы хотим это использовать, масштабировать, то есть от потребностей нашего приложения ноль нельзя. И также самое интересное это горизонтальное масштабирование, то есть когда одна физическая нода уже не справляется с нагрузкой, мы можем создать условия, когда она будет скалироваться уже горизонтально. Это хорошо работает с сервером приложения, чуть-чуть хитреет работает например с базами данных MySQL, они так просто не масштабируются, но в целом тоже возможно, очень хорошая документация по продукту, очень хороший саппорт, всегда можно обратиться, очень быстро получить ответ. К примеру, масштабирование, добавим, что мы хотим по максимуму использовать четыре нода. Настройки можно менять. Я сейчас покажу, как задается триггеры, которые срабатывают при настройке. Все на самом деле буквально в несколько кликов происходит. Вся тарификация происходит, есть такое понятие в G-ластике, как CloudLED. Это один, грубо говоря, байт ресурсов, это 128 мегабайт памяти и 200 мегагерц процессора. По достижению его начинается вертикальное масштабирование. Как только вертикальное масштабирование уже невозможно, происходит горизонтальное масштабирование. То есть по этим двум ресурсам можно задать триггеры срабатывания, когда это срабатывает. Например, если у нас нагрузка в течение пяти минут вырастет больше, чем на 100% нельзя, рекомендуется на самом деле где-то около 90% держать. Около 90% будет, он автоматически создаст новый инстанс приложения в отдельном контейнере, и собственно все это будет работать без остановки, без необходимости даже участвовать в этом. Параллельно с этим можно наблюдать статистику нагрузки. Сейчас, конечно же, здесь все будет по нулям, к сожалению, показать не получится. Но в целом можно отслеживать, интерфейс очень удобный, очень понятный, все пиктограммки, не знаю, буквально за полчаса вы поймете, что обозначает. Можно вопрос? Да. Это продукт Желастика, где ваш продукт? Наш продукт, можно я ввести? Наш продукт это платформа инфраструктура. Можно было даже колесничное? Да, то есть мы предоставляем грубо говоря физический ресурс, на котором развертывается платформа, которая уже используется разработчиками. Отдельно бы я отметил тарификацию. В большинстве случаев вы платите, вы устанавливаете какой-то лимит и платите максимально за весь ресурс, который вы задали. в данном случае Желастик подошел немного гибче к этому вопросу и вы платите только за реально использованные ресурсы. То есть если ваше приложение скажем так простаивает, например, вы разрабатываете его, ночью вы его не используете, оно уходит в гибернацию, то есть оно вообще не использует ресурсов. В этот момент вы не платите ни за что. Это очень удобно для стартапов, как мне кажется, и ну собственно оправдывает себя, скажем так, такой подход. Пока что мы на самом деле не сталкивались с серьезными ДОС-атаками. Были проблемы со спаумом, достаточно быстро все это локализовывалось с почтой, проблем не было. Относительно самого Желастика, скажем так, этот вопрос решается на уровне до самой платформы. Докер отдельно, есть возможность запускать контейнер докера. Докера на самом деле он создает VPS-ки отдельные инстансы, то есть если вот посмотреть что? На какой технологии VPS? OpenVZ. То есть вот здесь вот если мы создаем балансировщик Jinx и MySQL создаются три контейнера отдельных, то есть это уже есть запас по производительности. Плюс у нас есть вертикальное масштабирование, плюс горизонтальное. При достижении максимума, на самом деле это уже достаточно большой задел, есть возможность уже под каждого клиента добавлять ресурсы, скажем так, кастомные, то есть выделять ресурсы. Ну нет, у нас пока что с плотностью нет проблем, у нас я не буду называть цифр, потому что это все-таки секрет фирмы, но плотность мы держим на уровне, скажем так, не превышаем, скажем так, рекомендуемых. То есть всегда, когда приходит заявка, что на самом деле таких немного было, когда клиент говорит, что что-то тормозит, мы оперативно реагируем на это, смотрим, что могло вызвать причину и, собственно, решаем достаточно быстро. С этим проблем пока не было. ССД, САС, хранилище. Хорошо слышим, вам слово, ребята. Отлично, всем привет вам, спасибо за решение, спасибо вам. Андрей, спасибо за нашу кампанию. Значит, сегодня мы покажем еще уникальное, как бы, да, то есть всякое демо можно увидеть. Только консилиансы, которые только показывают маршрут, но можно показываться тогда и будет смазировать. И еще можно попробовать как раз. Ну, если перенесли в классе, я бы сделаю в том, что основная это простить жизнь у него хорошего. Да, то есть есть интересные компоненты. Это очень просто создавать сложные вещи, по-грузкам классные топологии, балансировку, предельность речной 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 патологии. То есть джинство разрешает это сделать. Зато что нет необходимости по-сояму отрекать водослаж по-грузкам. Второе ключевое отличие это дикость. То есть любую федерацию можно поправить. Если вам что-то не нравится, можно предоставить два с помолчанием. Всегда надо это поправить. здесь доступ к шагула, которые присоединяются с помолчанию Занитулировать практически любую конкурацию. Либо заделываться в связи с Донгой. То есть Донгий паркет называется, паркет называется он с дополнительной, как бы, синюрностью. То есть все актеры, как бы, изолированные, они не могут выйти в отношения с революционной актерией. У игры это отличие, все-таки, файсники, да, когда мы сделали данный цепь, он выполнен вертикальному шагированию. Если взять, например, Амазон, когда у Амазона упадется ресурс, скажем, что, там, 16 гигабайд, это реальная машина. Мы всегда упадем за 16 гигабайд, вне зависимости от грузовых андрейских. В журналистике мы решили сделать то, что нужно. Потому что это называется OVC. То есть мы, как бы, решили просто этот проект и предоставляли там возможность, ну, как бы, установили элементы, допустим, что мы ставим 16 гигабайд. Но если мы используем для других гигабайд, то вот все эти гигабайд вынимают. И при этом они не ставили элементарно. То есть, если от этого надо, это элементарно получит. Ну, вот, чтобы решить вопросы с русской, как бы, да, и на целом гигабайд, мы использовали красные гиграции. Вот, и сегодня мы будем, как бы, говорить про гиграцию. Есть и красные. Ну, что такое гиграция? Хорошая логия, в моем понимании, это портал. Да, это телефон. То есть вы заходите в портал, и попадаете уже в другой третий, как бы, или сын. Ну, это очень сложно делать, на самом деле. Поэтому, технология, как бы, как бы, как бы, как бы, сейчас продолжается без, не особенно, контейнерной гиграции. Значит, какие партнеры, для чего вообще необходима гиграция? Значит, зачастую, один фактор, вот слов, да, который, центр, управляет, он, тот центр. Ей необходимо делать, обслуживание, то есть, менять диски, выводить старое оборудование, удобное и новое. Чтобы это сделать, надо есть какие-то возможности, да, чтобы не упустить конечное положение, и лучше конечное положение, потому что, всегда это, как бы, неприятно, конечно, увидеть, организованное положение, там, не помощь, Но, значит, еще такие, какие-то проблемы с служением, допустим, допустим, на микроскопе некоторых день больше, там, на других меньше, и надо уметь, иметь какие-то инструменты делать эмдонсортную груз, значит, эти проблемы как бы, зачастую, мы, уходи с метоклаутом, но потом понимаем, что качество сервиса, не очень хорошая, Продолжение следует... 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 Мы модулируем память с одной моды на другую, с реалтайны. И делаем это дотрационно. До такой степени, когда на полке осталось очень маленькое дельта. То есть мы можем начинать фриз. В этот момент мы начинаем фриз, переменяем просадочные данные на дистанционную моду и размораживаем. То есть так работает три года. То есть мы фрируем перед самим фризом. В дальнейшем мы догоняем самых измечений высочек. Есть и любой механизм посткопии. Ещё называют антезией от регуляции. То есть мы, в этом случае, в начальном направлении для миграции, фрируем самые часто используемые данные. Это тоже нужно прямо сейчас, в своих предложениях. А остальные уже догоняем после. Таким образом, это похоже на механизм Lazy. Значит, как? Лazy может помочь ещё для разработчиков во время построения для миграции. Стандартные слова с локерами. То есть на сей сахаре, а здесь там слон приходит. Этот шадлон тянет себе на площадку разработчиков, на свой крайний компьютер, возносит какие-то изменения, какие-то диаграммы. Потом вы видите тассировку, что он всё готово. Тассировщики себе его укачивают. Он производит тесты, говорят, окей, всё нормально. Дальше перебилет в админ. Админные дальше сгоняются на стейдж. Пробегает всё окей. И дальше и на продаж. То есть, как вы видите, в данном случае, все площадки подключены к аплодисменту. Вот и каждый раз во время перемещения от одного строя группы, от одного строя группы, от одного строя группы, мы теперь создаём задово всё приложение. То есть, это созданную технологию, делаем реликулы, делаем реконсурацию. Значит, вы есть альтернативный вариант с помощью плать-фиграции. Но подключение к аплодисменту только своего, по сути, компьютера. Вот. Снимают, ощущают, но делаете какие-то изменения. После этого просто нажимаете кнопочку «Смирировать» на площадку, делаете срочек. И срочек автоматически милирует на эту площадку. Точно так же, если срочек, когда фиксировали, они могут продолжать кнопки, смирировать в стейдж. Так что, например, будет тестирование, здесь всё-таки. Они могут сделать планирование ни раз в один подаж, ни раз в один на другой подаж. То есть, в данном случае, наше понимание подключается флоу-разработка. То есть, нет необходимости подключать все площадки на проекте, и нет необходимости создавать цель заново, реконфлировать, заново. на протяжении на протяжении. Значит, какие существуют демонстрации? Значит, внутри одного допоцента, да? Я уже упоминал, допустим, можно сделать службу на железо, либо реконфлируссиси. Через несколько допоцентров. Допустим, у дом-провайдера есть несколько допоцентов, они все находятся в одной сети. Мы можем регулировать с конечными допоцентами скажем же, для чего это надо. Допустим, это можно из нас стариковывать, можно сдать вещей в этом сценарии. беспределных оперативных имеют. То есть, в основном, для развития можно сзади использоваться. Будет есть, как бы, миграция через несколько допоцентров, причем на разных мерках. Вот, это самый сложный есть, на самом деле, нам удалось создать решение, которое позволяет регулировать бездолготайл с Ажура до Азон, или там, с Лимона, на Ажур. или наоборот. Вот, значит, для чего опять Дима, ну, вам не нравится только область, процент просит, ну, нажимайте кнопку и регулируйте, и выставляйте отцены. Хорошо, значит, дальше, еще немного про фонд-паут, и рекламный процесс, значит, наше, я уверен, многих заслониться будут во время, когда дорогу прокладывайте туда. Иногда будут говорить, эй, я нашел хорошую дорогу, вы сохраните пасы, в принципе, он скоро по-моему дожитает, по-моему дожитает то же самое, то есть, она может сказать, эй, а здесь, как бы появился улучшение сервис-провайер, он улучшит качество, у него улучшит цены, он быстрее, у него улучшит разумеется, он очень снилил свои движения, там, за ночь, с обмого на другое, нажимаешь кнопку, и опять приезжаешь с обмого на другое. Вот, значит, улучшит ну, как бы, их покажут влево, эм, по инфекции Майнкрафта, она названа на Ажур, эм, о чем вы говорили, значит, какие-то фототонели есть, эээ, замечается как-то полностью передает, что он не играет играться, то есть, к этому надо быть готовым, да, то есть, если у вас супер, такое, критичное приложение, то, которое нужно, например, отвечать при отсоединении потери задвоз, то, и в этот раз, скорее всего, не подойдет для вас. И если, как бы, обычный сайт, то, в принципе, очень хорошо походит для этого. Значит, большие, большие данные, того, чтобы наигрировать Big Data, обычно, меняется специально инфинктивное решение. Мы используем еще социальный файл сторож, то есть, с помощью социальный файл сторож, можно точно так же копировать данные в бюлграунде при основных категориях. Значит, если данные, в общем, быстро изменяются в памяти, трудно реализовать афигацию. Ну, и публичная афигация, если не происходит миграция между разными вендорами, то, ну, миграция, кажется, невозможна. Тогда продолжаем с этим образом, что находитесь может быть публичная операция. Хорошо. Значит, что на рынке? И сегодня компания предоставляет решение по администрации. В первую очередь, надо принимать решение среднего уровня. Первый – трансляционный уровень. Допустим, мы используем приюм. То есть, это самая приемная сейчас файлогия, это пункт, как раз как раз пытается реализовать нечто подобное. Ну, по сути, я не считаю использовать приюм, запросов, и заканчен в Майдсейм. Вот. И, со временем, как писал, «Джеластик», представляет «хвативерацию стечения свободы». Вот. И, надеюсь, что в Докере тоже работают с данной долгой. У нас два раза не было. Поэтому, скорее всего, это будет в Майдсейм профессоров для того, как нельзя что есть. Ну, сейчас давай-ка. Переверка передал. Да, да, всем приветствуем, приветствуем, заканчен. Сейчас, секундочку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать на наш канал!